Сегодня бизнес в Израиле переживает не лучшее время, многие даже паникуют в связи с тем, что покупательская способность сильно упала, потому что многие репатрианты поуезжали из Израиля, многие не поприезжали в Израиль, много людей было призвано на военную службу. Из-за этого рынок, конечно же, недосчитывается определенного объема потребителей, услуг, товаров и так далее и тому подобное. Но есть еще важный фактор, о котором я сегодня хочу рассказать, ну и в принципе осветить эту ситуацию как бы с своей точки зрения, как я к этому спаду отношусь, что я в таких ситуациях делаю, потому что я не первый год работаю в сфере услуг и ну как бы уже немножко к этому не то чтобы привык, а всегда готов. Поэтому кому будет интересно это видео, оставайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. Меня зовут Александр Спиваков и перед началом видео, несмотря на то, что есть спад, мы все равно не забываем получать ваши документы, и отправлять вам туда, где вы сейчас находитесь, Россия, Европа, неважно, в любую точку мира. Если вам нужно сопровождение по репатриации в получении всех необходимых документов на территории Израиля, оставляйте заявку на нашем сайте, получите профессиональную консультацию. Также если вам надо консультация адвоката, вы ее тоже можете на сайте получить бесплатно. Ну и вернемся к теме видео. Все-таки много людей сейчас, особенно это те репатрианты, которые приезжали, приехали в Израиль там год-два, как у них есть бизнес, они еще так не окрепли, можно сказать, ментально и не вобрали в себя необходимый опыт. И очень сильно переживают, потому что в сентябре начался такой довольно ощутимый спад по спросу, в связи с праздниками и так далее, и так далее. Теперь октябрь продолжаются у нас праздники, продолжается у нас вот этот вот такой период, когда затишье на рынке, плюс война, плюс обстрелы, плюс вот эта вся ситуация. И, конечно, морально на бизнесы это давит, но хочу сказать вам, что Израиль это та страна, где праздники осенние, это то время, когда большинство людей, неважно это бизнес или просто это работники, рабочие, они просто берут и уезжают из Израиля на две недели, там, может быть, даже на месяц кто-то уезжает, потому что праздники за праздниками, толком ничего не работает, и у людей даже, ну, как бы, нет смысла находиться в Израиле, и деньги даже те, кто остается в Израиле, они это время полноценно деньги не зарабатывают, потому что у них праздничных дней больше, чем обычно, и это сказывается просто на часах, на выходах на работу, и, соответственно, потом сказывается на зарплате. И падение зарплаты тоже может быть существенное, когда, например, я помню, когда-то работал тоже на Тушмаскорет, это на табилиграмку, по часовке, то зарплата сильно меньше была, чем обычно, больше, наверное, даже, как бы, в половину меньше получил денег за праздничные месяца, и к этому из-за того, что не знал, что так будет, что так получится, и не было опыта, да, то если люди живут, как бы, все время на нуле, да, тратят все деньги, которые у них есть, и у них больше нету, то если они заранее не заложат то, что они на праздниках реально меньше заработают, то они могут уйти в минус. И к чему это рассказывают? То, что сегодня у нас в Израиле есть вот эта вот военная вся ситуация, неприятная, меня уже самого это, как бы, можно сказать, напрягает, и, ну, ничего сделать невозможно, да, ни на что я не повлияю. Приходится подстраиваться под данный контекст событий, условий, в которых мы сейчас живем, и больше сосредотачиваться в это время на том, чтобы делать больше контента, больше заниматься маркетингом, больше заниматься телеграмом, больше заниматься ютубом, потому что времени сейчас больше, людей сейчас работы меньше, поэтому, в принципе, я вот сейчас этот контент для вас и делаю. Очень важно для тех из вас, кто планирует сделать здесь свой бизнес, например, если вы массажист, например, если вы парикмахер, если вы наращиваете ресницы, делаете перманентный макияж, перманентный макияж – это то, что надо прямо, вот если вы определяетесь, чем вы хотите в Израиле заниматься, и у вас есть предрасположенность к тому, чтобы предоставлять услуги в бьюти-индустрии. Перманентный макияж – это то, что позволит вам зарабатывать хорошие деньги и быть всегда востребованным при условии вашего добросовестного отношения к работе и добросовестного выполнения и хорошего качества ваших услуг. Цены, то есть по ценам я вас не сориентирую, но это будет прямо из всего бьюти-сегмента, перманент, брови, губы, что там еще делаю, да, все это будет, ну, довольно-таки хорошо. Опять же, к чему я это говорю, да, когда нету у вас, например, много работы, и многие начинают суетиться, что-то другое опробовать, куда-то выходить на работу, не делайте этого, потому что сейчас месяц-два, и обратно спрос вернется, и опять работа пойдет. Лучше это время, когда немножко есть затишье на рынке, лучше его потратить на то, чтобы сделать, например, свой лендинг-пейдж, да, страницу, сайт сделать, там, где презентовать ваши услуги, рассказать о том, кто вы, откуда вы, где вы, почему вы лучше других мастеров, где вы именно находитесь, какими там инструментами вы работаете. То есть потратить лучше это время, может быть, даже немножко денег, нанять специалистов для того, чтобы сделать вам качественный маркетинг, не просто нарисовать какие-то там объявления, какие-то картинки, да, а продумать стратегию, поработать над продуктом, может быть, поехать куда-то на улучшение квалификации, пройти какие-то новые курсы. Вот осенний вот этот период лучше всего потратить именно на это, нежели переживать, суетиться и там рисовать все какие-то вещи, что все, рынок умер, людей не будет. Хотя действительно, вот по жене, у меня жена парикмахер, клиентов меньше сейчас, гораздо меньше. С чем это связано? Опять же, многие просто уехали. Сейчас школы, например, на севере не работают, все сидят дома с детьми. Это тоже, это я по своим коллегам, по команде я вижу, да, у меня сейчас тоже, у меня не один бизнес, который я веду, и с командой мы работаем каждый день над этим. И на трудоустройство у нас есть, сопровождение по репатриации, юридические отделы, это смена статуса, подтверждение, ДНК, там вот эти все вещи, да. Опять же, кому нужна консультация, тоже звоните, пишите, бесплатно получите консультацию адвоката. Моего. Не моего, а адвоката, который, например, с которым я работаю, закрывает он тоже все потребности, которые у нас возникают, он закрывает. Поэтому это время лучше потратить на то, чтобы усилить свой бизнес, усилить свой маркетинг по бизнесу, качество услуг, которые вы предоставляете, подумать, может быть, над какими-то новыми идеями. В любом случае, это вот та информация, которую я хотел поделиться. Я считаю, это довольно-таки важно, потому что первое время, тоже каждую осень я переживал, потому что нету людей на рынке. Сейчас, кстати, вот недвижимости, да, то, что у нас посуточно, помесячно на год, есть квартиры, сайт опять же в описании, можете пройти посмотреть на сайт тоже, чтобы построить такой сайт, сколько времени потратили, мы сколько денег мы убили. Убили, потому что два раза этот сайт переделывали. В общем, тоже сейчас на рынке недвижимости тоже затишье, потому что нет людей, просто нет людей. Что ты не делай, того объема клиентов, который был раньше, его нет. Если говорить в цифрах, то от 100% то, что было без войны, без вот этих вот всех проблем, сейчас в среднем мы имеем от того объема 15, 30, 35% в клиентах. На стоком, на 70% в среднем, а то и больше упал вот этот вот трафик, как покупательская способность и спрос упал. Опять же, это неудивительно, при этом никто не переживает ни за что, судорожно, в панике, в истерике никто не продает свои квартиры. Цены на квартиры не падают, не опускаются, поэтому, хотя я сам этого сейчас жду, что я свою квартиру продал и сейчас хочу купить тоже, но планирую покупать в 25-м году, плюс-минус квартиру, не сейчас прямо, но если будет сейчас хороший вариант какой-то, то может и сейчас куплю. Поэтому эта вся информация на сегодня была, надеюсь, вам было полезно это видео, нужна какая-то консультация, информация, пишите мне напрямую, звоните, оставляйте заявки на сайте, Ольга проконсультирует, если это касается репатриации, проконсультирует вас, если это касается не репатриации, а касается недвижимости, аренды, вас проконсультирует Александр или я проконсультирую, если это касается трудоустройства, то вас проконсультирует Евгения, тоже сайт можно найти на сайтах, там у меня на каждом моем сайте есть блог, экосистема, партнерские сайты, где вы можете с одного сайта на второй переходить, посмотреть мои сайты. Планирую в скором будущем рассказать вам про свои сервисы, про свой бизнес более подробно, более детально, немножко поговорить о команде, насколько важно не стараться все на себе вывести, знаете, как вот эту ношу взял неподъемную и тащишь, тащишь, насколько важно масштабироваться, насколько важно подбирать хорошую команду, находить честных, порядочных людей, чтобы они не делали проблемы, чтобы они не подставили, потому что Израиль это правовое государство, в котором очень легко можно нажить себе проблемы серьезные, это все, что касается налогов, это очень важные, серьезные вопросы, на эту тему тоже в будущем буду делать больше контента, на сегодня все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok